Всем привет! Давно не было видео и вчера мне приехали монеты, и поэтому решил записать небольшую распаковку. Здесь много интересных монет, правда половина из них уже продана, наверное даже больше чем половина. И перед началом ролика я хотел бы попросить вас подписаться на канал в телеграме коллекционер и на нашу торговую площадку, на которой выставлялись монеты и можно было приобрести, и вы сейчас увидите какие интересные монеты, и соответственно, если интересно, ссылочки в описании и в профиле ютуб, переходите, подписывайтесь, участвуйте в торгах. Ну а мы начинаем. Сначала, наверное, я без видео это аккуратненько надрежу, чтобы не повредить слабо, потом покажу. Это было непросто, я вам скажу, но у меня получилось. И первая монета, которая показалась, это 5 рублей MS62 NGC, 1899 год, монета продана. Вот так вот покажу лампу немножко, сейчас подсвечу, штемпельный блеск, отличная красивая монета. Достаточно яркая. Так, монет много, поэтому долго останавливаться не будем. Следующий один червоник 1976 года, тоже яркий штемпельный блеск, отличной сохранности, мэтт 67. Причем я, тут три червонца, я выставил их на торги, и буквально там в течение 10 минут они были все пробны. Вот такие вот красивые монеты. Вот так, далее у нас, помогу им отопрекать, следующая монета, как раз один червонец 1979 года, MS67 тоже NGC. На слабе видно царапинка, ну старый слабый, тут какая-то грязь, ничего страшного. Главное, мы видим, что монета в отличной сохранности, очень красивая, яркий штемпельный блеск, действительно отличная сохранность. Следующая монета, у нас тут только золото приехало, и это нечастые 10 рублей, один червонец 1975 года. В степени сохранности MS67, приятный такой червонец, и их от Чеканина было 250 тысяч штук, первый год Чекана, отличная сохранность, тоже была у нас в продаже, и была очень быстро продана. Причем продана дешево, продана она за 95 тысяч рублей, подобные, по-моему, две монеты выставлены на торгах в интернете в России, одна за 120, другая за 125 тысяч. У нас продавалась за 95, ну и, соответственно, была куплена там в течение 10 минут. Вот, так что переходите, подписывайтесь, Telegram, думаю, что многие найдут для себя интересные монеты. И тут у нас 100 рублей, MS69, 1979 года, это у нас спортивный зал Дружба, тоже в отличной сохранности, и монета в резерве, и вот она только приехала, и мне сейчас ее надо уже отправлять в Москву, чтобы человек посмотрел, и, вероятнее всего, он ее забирает. Далее, далее у нас 1978 год, 100 рублей, ПРУФ 69 матте, матовый ПРУФ, якобы, но, если честно, я не очень понимаю эту сохранность, но, в целом, она не похожа на УНС, она не похожа на УНС, но, и не похожа на ПРУФ. А, вероятнее всего, да, я, кажется, заметил, она такая более темная, ну, то есть, действительно, матированная такая у нее поверхность, именно у всей монеты, не просто у поля монеты, а вся монета. Когда две рядом смотришь, действительно, они отличаются. Видно, да, вот это? УНС, а вот это ПРУФ мат. Да, красивые тоже крупные монеты. Далее, что у нас приехало еще? 1903 год, МС-63, в старом слабе, очень красивая монета. На Российскую империю у нас сейчас большой спрос, действительно, как и на монеты США золотые. Большой спрос, большой интерес, и продаются они тоже очень быстро. Но, в целом, на самом деле, что хочу сказать, покупатель этой монеты будет очень доволен, потому что она действительно выглядит лучше, чем выглядела на фото, когда мне показывали ее. Причем, вот при дневном свете, видите, тоже хорошо видно сахарность такой монеты. То есть, монеты без обращения, в отличном состоянии, рельеф такой хороший. Есть, да, небольшие, ну, мешковой механики немножко есть, но в целом монеты очень красивые. Так, и в этом пакете у нас последняя монета. Это 10 рублей, 1911 года, МС-62 НГС. Тоже видим, что монета в приятной такой сохранности. Ну, присутствует мешковая механика, видно. Ну, соответственно, за это и 62 получила. Но, в целом, очень красивая тоже монета. Это тоже монета продана. Тут вот небольшое на слабе, но это не имеет значения на самом деле. Главное, что нет никаких огромных трещин там, прям на месте, где монета стоит в центре. Тоже старый слаб НГС, ну, старая наклеечка. Но 63, я думаю, вряд ли получит эта монета при переслабировке. 62 вполне реальный, логичный грейд. Красиво, Николай. Так, что ж, я буду открывать следующую и буквально через минутку вернусь вам. Ну, что ж, прошла минутка, буквально для вас одна секунда. Я открыл вторую упаковку. И тут сразу же нас встречает лунцовка 20 долларов 1923 года, Денвер и Дабл Игл. Золотой Орел, двойной Орел. Монета в отличной сохранности, на самом деле, стоит отметить. У нее по полю яркий штемпельный блеск. Тут вот есть небольшой мешок. Реверс, конечно, у монеты очень красивый. Переливается прям Орел. Но посмотрим, за что ей дали в PCGS чистка Унс Детейлс. Если честно, я вот, если честно, я действительно пока что не наблюдаю чистки. Так, давайте я вот посмотрю без камеры. Вам буду крутить на камеру, а сам посмотрю без камеры. Ну, боюсь ошибиться, боюсь ошибиться. Но, по-моему, слева, вот в этом месте слева. Либо это полировка штемпеля, либо здесь действительно что-то подчистили. Либо вот маленькое пятнышко, видите, такое темненькое под волосами, маленькое темненькое пятнышко. В остальном, в остальном, я не вижу, ну, то есть мы можем посмотреть. Это вот то, что здесь вот поверхностные такие вот царапинки, это на слабе. В остальном монета очень красивая, высокий рельеф. Ну, то есть вот, я не знаю, но, скорее всего, нет, скорее всего, ну, как бы, вот все, на свету видно, что тут ничего нет. Это штемпельная история. Где тут они увидели чистку? Я более внимательно, конечно, рассмотрю потом без видео. Но я не вижу. Я вижу, как бы, мешок здесь, ну, мешковые всякие там царапки, ударчики. Вот тут вот небольшой от мешка по канту след. Но в остальном, ну, вот я кручу монету, вот причем посмотрите при дневном свете. Видно, что монета сахарная, в штемпельном блеске. Где чистка? Ну, я прям затрудняюсь ответить. Действительно, я посмотрю ее поближе, изучу. Но чистку я действительно, ну, вот давайте чуть подальше отнесу. Обычно при разных углах наклона можно увидеть чистку на монете или на поле монеты, если чистку поставили. Но вот я под разными углами смотрю, не могу найти. Более детально изучу монету и, ну, постараюсь найти, но, если честно, монета яркая, очень красивая. Причем монета в продаже выставлена у нас на торгах в Телеграме. Вот. Если кого заинтересовало, можете купить. Я вот действительно затрудняюсь ответить, где чистка. Ну, я вот грешу как бы на эту сторону, но если смотреть по блеску, он здесь ходит ровно. То есть он не прекращается, нет каких-то микро, там, хайрлайнсов, что-то такое, что появляется там от чистки следов. Вот. Возможно, ее неаккуратно помыли и смыли, но, опять же, я вижу блеск какой здесь вживую, да. На видео он все равно не так передается. И я не вижу, чтобы монета была помыта. Вот. Так что вот это двадцатка в продаже. И что хочу сказать вообще про штаты. Штатовские монеты, особенно двадцатидолларовые, дабл игл, они в России набирают большую популярность, так же, как Доллары Моргана, Карсон Сити особенно, там, интересно, наверное, потому что их очень мало пока что в России, там, рядовых годов стало побольше. Карсон Сити и какие-то разновидности будут интересны. Двадцатки, десятидолларовые, мелкий номинал интересен, но, ну, с ним сложно, потому что он стоит дорого, и люди пока не понимают, почему он стоит дорого. А он реально стоит дорого, как бы даже в стране, в которой, которая является родной для этих монет. Вот. Но рунцовки, вот эти двадцатки, они очень популярны среди инвесторов, среди коллекционеров, поэтому они набирают популярность и будут набирать, соответственно, от этого в цене. Ну и само золото. Само золото, как актив, который сохраняет наш капитал, многие его рассматривают и покупают. Вот. Так что двадцатидолларовые монеты интересны. Так же, как и вот монеты периода правления Николая Второго, так вот и монеты Соединенных Штатов Америки. Интересно. Так же и червонцы. Ну, соответственно, вот все, что здесь есть, пока что вот я вытащил вот сколько монет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять монет я, да, вытащил. С девяти монет две не проданы, все остальное продано. То есть семь монет проданы. Смотрим дальше. Такая вот Мальта еще есть. МС-66. Не буду заставать из пакета. Тоже в продаже. Она не продана еще. Ну, крупная и интересная монета, так как тираж у нее небольшой, по-моему, 16 тысяч штук. Тоже такая интересная монета. И пять рублей МС-65 1903 года. В отличной сохранности. В старом слабе NGC. Причем очень хорошо видно, что поле у монеты ровное. И почему ей поставили такой грайд. Я, кстати, изучу ее чуть-чуть поближе. Правда, она уже продана. Но изучу поближе, посмотрю, имеет ли смысл ее переслабировать. И получит ли она 66. Но, мне кажется, вероятность такая есть. Интересно. Так. Вот эта монетка не продана. Ну и продаваться не будет. Это монетка в коллекцию. ICG, кстати, слаб. Ну, я на слаб особо не смотрю. Мне не нравится эта компания. И в Америке она слабо продается. И в России она слабо продается. Но мне не имеет значения. Как бы мне самое главное, что тут монета. И скорее всего скорее всего ну, как бы 64 здесь точно. У монеты есть 65 под вопросом. Но монета красивая. И это монета в коллекцию. Это монета в коллекцию. Так. Вот такой вот красивый медвежонок панда. 200 юаней 2018 год. Причем ферстрайк. Первый удар штемпеля. Красивая такая монета. Тоже достаточно красивая. Причем в отличной сохранности. MS-70. Тоже в продаже. Она тоже в продаже. Так. Что у нас тут еще осталось из золота? Еще осталось 5 рублей в 97-м году MS-63. Но она продана. Большая голова. Тоже отличная сохранность. Что-то я вам очень далеко показываю. Яркий штемпельный блеск. И посмотрите локоны все. я думаю что давайте я вот так вот посмотрю на свету. Особой механики нет. Я думаю что эта монета может на 64 претендовать. Да. Очень красивый портрет. Причем мне вот действительно если взять из портретов Николая Второго на 5-рублевых монетах мне большая голова больше всего нравится. Прям особенно когда в хорошей сохранности и видно там локоны хорошие парочеканы монеты потому что есть еще ну встречается там допустим сглаженный портрет который с таким слабым парочеканом и ну он мне не так нравится. А вот большая голова с хорошим парочеканом просто отличный экземпляр. И там наверное последняя монета сейчас попробуем ее достать нет последние две монеты последние две монеты одна из них это 10 рублей 1899 года MS-63 NGC лампочка лампочка советский чекан еще ее по-моему называют итальяшкой лампочка лампочка Дневной свет Но видно, да, что монета без обращения То есть такая сахарность у нее присутствует Причем у лампочек Такой вот штемпельный блеск Такой Люстр И здесь тоже Отлично Отлично видно Вот видите Про что я говорю Вот так вот штемпельный блеск Для сравнения Посмотрим Две монетки MS-63, да, видите, да? Но это претендует на 64, я думал Мне кажется, что вот это претендует на 64 Вот Что я имел ввиду под Долгим штемпельным блеском Видите, здесь за затылком Такой светлый участок А здесь нет Он не так штемпельный блеск ходит На царского чеканного монета Наблюдение такое Так, эта монета, собственно, в продаже И вот такая монетка Забрал эту монету У меня Автор Одноименного канала Хулиномика Алексей Марков Пруф 70 Один червонец 1980 года МНД Я думаю, он будет очень доволен Подобная монета Так, давайте я сейчас ее чуть-чуть поближе изучу И посмотрю Как бы иметь смысл ее в NGC перекатывать или нет Ну, будет она 69 Или тоже 70 Если 70, то это просто Можно сказать Он сорвал куш Шутка Куш он не сорвал, но Если им получат Пруф 70 в NGC Это будет Очень-очень дорого стоить Потому что Пруф 69 NGC В Америке Не так давно, я отслеживал Была продана за Почти что Ну, если возьмем со всеми комиссии За всей этой историей 3000 долларов 3000 долларов А у нас Эта монета Вот эту Именно эту монету Я продал Алексею За 150 тысяч рублей Кто-то скажет Про дешевилу Кто-то скажет Дорого Но Если даже она получит 69 в Америке Ее можно будет поставить На иностранный аукцион В продажу И Эта монета будет стоить Как бы дороже Чем Она покупалась Вот такой красивый Пруф Червонец Полированный Гурт Можем посмотреть Эта монета Не в продаже Вот такое золото Приехало Соответственно 14 монет По-моему Что-то еще в продаже Но большая часть Продана Поэтому Друзья Если вы хотите покупать Хорошие монеты Или смотреть на хорошие монеты Или общаться в чате По поводу хороших монет Или не понимаете С чего начать И Имеет ли смысл Покупать золотые монеты В каком слабе В каком Сохране В каком Грейде Покупать монеты Или покупать их Без грейда Голыми И слабировать Если вам все это интересно Подписывайтесь на Телеграм канал Блог Я пишу какие-то заметки Пишу вообще про рынок Там я бываю чаще Чем на ютубе По крайней мере Ну и постоянное присутствие В чате В торговой площадке Можно задавать вопросы И отвечаю на вопросы И Что ж Подписывайтесь Спасибо, что посмотрели данный ролик До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok